Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете седьмой недели моей работы с диетологом и массажистом. Если вы не следите за циклом этих видео, то я буду рассказывать о своих впечатлениях от работы с диетологом, с массажистом. Моя цель это правильно питаться начать, избавиться от лишнего веса, избавиться от целлюлита. В общем-то, как-то так. Если вы пропустили все, что было до этого, я очень вам советую посмотреть все с самого начала, потому что еженедельно я делаю короткие отчеты, даю какие-то рекомендации, даю советы. А для тех, кто следит за этими выпусками, давайте приступать. Сегодня у меня будет такой довольно печальный выпуск, то есть я буду довольно много жаловаться. В основном из-за своего прогресса, вернее даже не прогресса, я даже не могу это назвать прогрессом, скорее это какая-то стабилизация, которая меня раздражает. Дело в том, что после того, как закончился массаж, то есть первый месяц у меня был такой более ударный, и мало того, что я сидела как бы на диете, в которой я не могу сказать, что это диета, многие, кстати, в комментариях это подмечают, что я кушаю много таких вещей, которые к диете как бы нифига не относятся. Но на самом деле я вот лично хочу позиционировать это больше как правильное питание, нежели как диета, потому что я не хочу лишать себя абсолютно всего, и сидеть там только на кефире, на каких-то голых кашах, худеть, худеть и худеть, и как бы, ну в любом случае еда это какая-то тоже радость, она должна приносить удовольствие, вам должно нравиться то, что вы кушаете, если этого не происходит, то 100% рано или поздно захочется, скорее рано, кстати, захочется слезть с этой диеты, и в результате вы не добьетесь своей цели. Я же в свою очередь все равно люблю радовать себя какими-то вкусняшками, и в общем-то да, как я и сказала, первый месяц у меня был такой ударный, я делала, мало того, что я сидела на диете, я еще делала антицеллюлитный массаж, и результат у меня был очень хороший, я вот так постепенно, плавно сбрасывала вес, у меня подтягивалось тело, все выглядело очень красиво, с каждым днем я на себя смотрела в зеркало, и все больше и больше радовалась. Тут у меня закончился массаж, первый месяц у меня прошел, второй месяц как бы это перерыв от массажа и только диета. Начался второй месяц, и я начала замечать, что вес у меня почему-то начал скакать то туда, то сюда, то есть у меня есть какой-то прогресс, допустим, я там худею на полкилограмма, потом начал он как-то чуть-чуть подниматься, потом опять опускаться, я в прошлом видео уже об этом рассказывала, у меня были проблемы с весами, они откровенно говоря глючили, то есть может быть это связано было с этим, то есть то, что они показывали тогда, может быть это был как бы ложный позитивный результат, я не знаю, но тем не менее, когда я закончила массаж, у меня вес был 59,9 по-моему, и сейчас вот по прошествии сколько, двух недель, у меня вес 59,3, то есть по сути как бы результат очень маленький, и опять-таки если вы смотрите эти видео, то вы знаете, что 59,9 у меня вес был после разгрузочного дня, то есть за день до этого у меня был вес 59,4, поэтому если не считать разгрузочный день, то результаты у меня вообще плачевные получаются, потому что было 59,4, стало 59,3 за две недели, меня это конечно жутко начало расстраивать, и я поняла, что если я хочу все-таки добить этот последний килограмм-полтора, от которого мне хочется избавиться, то скорее всего придется отказываться от выпечки, которую я так сильно обожаю, и рецептами, которыми я делилась с вами на протяжении всех этих видео, то есть если это работало в сочетании с массажем, то без массажа это для меня, к сожалению, не работает, и это такой факт, с которым я столкнулась просто лоб в лоб, и я уже вынуждена признать, что это так и есть, то есть я перестаю себе какие-то делать вкусные десертики, буду заменять их, скорее всего, в ближайшее время, творогом, с медом, или может быть йогуртом, вот что-то вот такое вот молочное, немножко подслащенное, но в то же время не какие-то сладости, но тем не менее я все равно решила, что совсем выпечку я забрасывать не буду, потому что сладкое это то, без чего я откровенно говоря жить не могу, то есть мне обязательно нужно сладкое, если я пару дней подряд сладкого не поем, потом у меня просто как у маньяка начинается вот такая вот ломка, мне хочется броситься просто на что-нибудь сладкое, сожрать как можно быстрее это все, и для того, чтобы этого не допустить, лучше я по чуть-чуть буду есть там раз в пару дней, какую-то, может, печенюшки какие-то диетические себе придумаю, но тем не менее пока я завязываюсь с какими-то рецептами, которые будут на основе масла, на основе, не знаю, чего там еще, какого-то, каких-то жирных продуктов, в общем-то буду больше концентрироваться на чем-то обезжиренном. Второй аспект, о котором хочу поговорить, это вода. После того, как я простудилась, с водой у меня как-то очень все плохо начало складываться, потому что я пила воду, но я не следила за тем количеством воды, которую я употребляю. То есть я могла выпить стаканчик, потом вспомнить там еще стаканчик, потом еще стаканчик, и как бы, по сути, я, скорее всего, не выпивала 2 литра, как это нужно было, а по результатам девчонок, которые также находятся со мной на этой же диете, я вижу, что те, кто четко следит за тем, чтобы пить воду, они намного лучше и намного быстрее получают результат. И я тоже это заметила, я проверила, я последние пару дней очень четко следила за тем, чтобы пить не меньше 2 литров воды в день, и действительно опять вес у меня начал постепенно уходить. То есть вот этот результат, о котором я сказала, 59,3, это сейчас у меня за пару дней спустился, он после разгрузочного дня, когда я наелась жареной картошки с колбасой и с сыром, да, оторвалась опять-таки на разгрузочный день, у меня было 60, и за 2 дня после этого я пила очень много воды, я не ела какие-то суперкалорийные десерты, и у меня 59,3 стало. То есть понятное дело, что я не могла набрать там килограмм за сутки, ну, логично, да, что после того, как я поела, я не могу за ночь набрать килограмм, но все равно какой-то плюс есть, и вот когда у тебя вес был там 59,2, а потом ты на следующий день взвешиваешься и видишь 60, ну, это расстраивает, никуда от этого не денешься, то есть это расстраивает. Понятное дело, что 800 граммов, я не набрал это в жир сразу, но, тем не менее, неприятно, в общем-то, это ощущать, это понимать, поэтому, опять-таки, вода очень важна. Если вы находитесь тоже на диете, я вам очень советую к воде относиться серьезно, потому что всегда, когда пытаешься адаптировать под себя, думаешь, ай, нет, воду я не буду пить, вот я буду вот это вот все делать, а воду пить я не буду, не люблю, не хочу, то поверьте, что все, только все вот эти вот компоненты в целом действительно дают очень классный, позитивный результат. Если что-то из этого убирать, вы либо будете намного дольше идти к своей цели, либо, вот как у меня, вес будет скакать то в плюс, то в минус и, в принципе, держаться на одном месте, то есть не сильно вы получите какой-то результат. И еще что хотела сказать, я забросила свои тренировки по приложению Thigh Slimmer, потому что они стали намного более длительные и намного более такие издуряющие, и мне это, честно говоря, как-то поднадоело, потому что сейчас тренировка, если в начале тренировка занимала, ну там минут 15 может, что я могла, в принципе, посвятить это время этой тренировке, то чем дальше они, тем длиннее стали, они там уже по 20, по 30 минут вообще, и как бы мне это, для меня это слишком много, для меня это тоже сильно большая нагрузка на суставы. И я начала искать какие-то альтернативные варианты, и очень вовремя мне пришел комментарий, за что огромное спасибо, такого тренера на YouTube, которую зовут Катерина Буйда. Наверняка 90% из вас все скажет, а, понятное дело, мы там ее уже смотрим чуть ли не 20 лет, но для меня это новый человек, я не знала раньше о существовании ее канала, и я посмотрела, у нее есть там такие видео, которые называются суперсеты, и мне очень понравился ее суперсет на галифе, у меня галифе это как раз моя главная проблема, и внутренняя тоже часть бедра, и я решила делать по ее методике вот эти суперсеты, и я уже пару раз делала, мне очень нравится, мало времени вообще занимает, но не знаю, как будет результат, не будет результата, но мне кажется, что в любом случае это лучше, чем ничего. И, как моя мама любит говорить, что не надо для достижения какого-то результата, особенно вот мне, мне не нужно там часами сидеть в тренажерке, качаться там как-то, я не знаю, потеть, мне достаточно в принципе просто поддерживать тонус мышц для того, чтобы не было вот этой дряблости. Моя мама всю жизнь делает зарядку, и несмотря на ее возраст, я реально могу позавидовать той форме, в которой она находится. Поэтому я вижу живой пример человека, который не сильно много времени посвящает каким-то нагрузкам, то есть моя мама никогда не ходила в тренажерные залы, там не качалась, но в то же время она регулярно, ежедневно делает зарядку. Вы знаете, зарядка довольно классическая, там ногами подрыгать, руками подрыгать, там что-то наклониться, присесть. То есть обычные совершенно вещи, которые если выполнять действительно регулярно, а не так, как вот я люблю, вот сегодня у меня появилось настроение, все, я начинаю тренироваться, я иду в тренажерный зал, я начинаю бегать, я начинаю качаться, я начинаю сидеть на диете, проходит месяц, и мне уже от этого всего тошнит, мне уже надоело, я это забрасываю, и мало того, что я теряю результат, который у меня был, у меня еще и регресс зачастую встречается. Поэтому я поняла для себя, что вообще тренажерка и любые виды спорта, это не для меня, потому что у меня для этого просто нет времени, и я 100% не буду это делать регулярно, и когда я говорю регулярно, это имеется в виду чуть ли там не всю жизнь. Потому что если заниматься активно спортом месяц, два или даже полгода, потом забросить, то, ну, мое личное мнение, лучше вообще не заниматься спортом, чем вот так вот сначала давать себе нагрузку, а потом конкретно забивать на это все. Поэтому ближайшая моя цель, это ввести в свой режим какие-то вот такие маленькие тренировочки, которые вот 100% не будут отнимать у меня много времени, что я не смогу себе самой сделать отмазку, что, мол, нет, я это не буду делать, потому что у меня сейчас на это нет времени. И что касается каких-то рецептов, сегодня я не буду вам ничего такого рассказывать, потому что, как я и сказала, выпечка у меня уже закончилась. Я хочу рассказать про два продукта, которые я нашла. Первый продукт, который я нашла, это вот такой вот сироп, сироп из плодов шиповника. Написано, что это натуральный продукт, и почему, собственно, я его купила? Опять-таки, в комментариях очень много приходило советов по поводу заменителя сахара. Я знаю, что очень многие рекомендуют фит-парад, я пока до него не добралась, и, не знаю, что-то меня еще останавливает перед покупкой фит-парада. Короче говоря, я решила поискать, что еще есть такого в супермаркетах. Очень многие рекомендовали тоже сироп агавы и кленовый сироп тоже, как заменители сахара. Но я нашла в супермаркете сироп агавы. Вот такая вот малюсенькая баночка стоит 10 долларов. И я подумала, что это как-то, ну, сильно дороговато для заменителя сахара. И я начала смотреть, какие там рядом стоят сиропчики. Вот этот вот сиропчик, по-моему, стоит около 50 центов. Ну, если переводить в доллары, порядка 50 центов он стоит. И, по сути, это тот же сироп. Сироп, насколько я знаю и насколько я это понимаю, в любом случае готовится на основе сахара. То есть, сам принцип приготовления сиропа включает в себя использование сахара. Поэтому, как сироп агавы, так и сироп из шиповника, и тот, и другой, в моем понимании, имеет сахар. Хотя в составе здесь написано там экстракт шиповника, аскорбиновая кислота без консерванта, бла-бла-бла. Но я решила попробовать этот, я не знала, чего ожидать. И, в принципе, это неплохая штука. Для того, чтобы чай стал сладким, я кладу где-то 2-2,5, иногда 3 ложки этого сиропа. В принципе, сладенько, неплохо. Но, как бы, чтобы я там сильно прыгала отчасти от него, то, наверное, нет. Я себя успокаиваю тем, что, может быть, он имеет какие-то еще полезные свойства, поэтому это лучше, чем сахар. И еще одна штука, которую я хочу рассказать, тоже нашла в супермаркете, когда просто вот так вот просматривала, что есть такого интересненького, новенького. Это спагетти широтаки. На обороте этих спагетти было написано, что это секрет молодости и красивой фигуры японок, что эти спагетти очень-очень низкокалорийные. По-моему, на всю упаковку там 38 калорий, если я не ошибаюсь. И меня они очень сильно заинтересовали. Выглядели они как рисовая лапша. Но это не рисовая лапша, это именно спагетти широтаки. Если вы забьете в гугл, очень много разных предложений, интернет-магазинов куча продает эти спагетти. Я решила все-таки попробовать. Варятся они очень-очень быстро, буквально там 2 минуты нужно в кипящей воде их подержать, и все, уже можно доставать. Очень приятные на вкус, они такие довольно плотные по текстуре, такие немножко даже как хрустят на зубах. То есть если их не переварить, они будут такие немножко твердые и чуть-чуть такие, ну нельзя сказать хрустящие, но именно такие как твердая у них текстура. Они разваренные и не такая, как каша какая-то или клейстер. И я это сочетала вместе с креветками, отдельно отварила креветки, отдельно отварила эти спагетти. Очень вкусно получилось, я наелась, то есть у меня не было такого чувства, что я съела всего лишь 38 калорий и нифига вообще не наелась. Очень сытно было, поэтому мне понравилось, я думаю, что скорее всего буду еще покупать и время от времени буду себе это готовить. Это в принципе все, о чем я хотела сегодня поговорить. Если у вас есть какие-то комментарии, если у вас есть какие-то советы, обязательно пишите их внизу. Мне очень интересно читать ваши комментарии. Как видите, очень много полезной информации я черпаю как раз-таки из ваших комментариев. Они меня очень вдохновляют и не дают остановиться мне, забить на это все и все-таки двигаться дальше. Надеюсь, конечно, следующая неделя будет более позитивная. Эти предыдущие две, конечно, меня не очень сильно порадовали и, откровенно говоря, так я конкретно подрастроилась. Но, тем не менее, я думаю, впереди будет все хорошо. Я таки добьюсь своей цели, поэтому пожелайте мне удачи. Подпишитесь обязательно на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Только таким образом вы сможете регулярно следить за выпусками моих видео. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующих отчетах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok